Конечно, много лет прошло, но я помню, что у нас была молодая учительница. Почему-то до сих пор у меня так в памяти, что несколько учителей сменялось. И мне всегда нравились молодые учителя. Не знаю почему, потому что взрослые учителя оказались такими строгими. Наверное, не складывались у меня отношения с ними, побаивалась их. А с молодыми учителями мне было проще и у меня были всегда хорошие оценки. Конечно же, так как я спортсменка, мой любимый урок был физкультурой. И я помню, что в шестом классе у нас был классный руководитель по физкультуре. Тогда мы были классные руководители. Как его звали? Надежда Ивановна. Она меня, конечно же, полностью понимала, во всем поддерживала. Отпускала на все соревнования, везде защищала меня перед всеми учителями. Почему у меня нет на уроках, что у меня очень уважительная причина. Вот, и как бы... Конечно же, у меня спортсменка всегда была отличная. И мне оставили пример. Конечно же, даже без этого. Вот. Кстати, его звали Артем, так и моего первого сына зовут. Вот. Во втором классе мы учились до пятого класса вместе. Очень дружили. Ну, конечно же, я тайно любила ее. Не могла признаться. Я была такой пацанкой. И мы везде тусили вместе на всех стройках во дворах. То есть я такая... Казаки-разбойники мы играли вместе. Ну, и также были у меня, помню, поклонники. Кстати, очень удивляюсь, так как была такой пацанкой. И первые поцелуи даже, помню, в щечку произошло. После чего я думала, что... А вдруг я забеременела? Я помню, во втором... Первый-вторый класс я участвовала в кружке хора. Ну, в хоре белом школьном. Ну, что-то мне кажется... Дальше бы карьера у меня бы не сложилась. Певица. В девятом классе я поступила в училище Невицкого резерва. Да, и до сих пор, когда я приезжаю в Волгоград, бывает, что мы видимся с или методистом Ольгой Борисовной.